Два дня Архангельской области в Совете Федерации по плану стартовали сразу после того, как свой край представили кировчане. 23 и 24 мая делегация нашего региона плотно работала. На профильных комитетах по социальной политике, образованию, культуре и экономике представители Поморья презентовали достижения, которыми область по-настоящему гордится. К примеру, социальным кластерам и программой помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. В Архангельской области успешно используют отечественный экзоскелет для реабилитации пациентов с травматической болезнью спинного мозга. Мы рассматривали опыт Архангельской области по совершенствованию механизмов повышения качества жизни людей, имеющих инвалидность. Это очень важно, поскольку эта работа носит межведомственный характер и не всегда удается все вовремя обеспечить взаимодействие так, чтобы это было в пользу инвалида. Опыт нашего региона заинтересовал представителей правительства России и сенаторов. Архангельская область ратует не только за себя, обращая внимание федеральных властей на проблемы, актуальные для многих наших соседей. К примеру, вопрос малокомплектных школ во время работы комитета оказался на поверхности случайно, но вовремя. 40% образовательной инфраструктуры поморья – деревянные школы, построенные еще в середине 60-х. Многие не отвечают современным требованиям, однако расставаться с ними пока рано, поскольку школа – социокультурный центр села. Это значительная часть сельских территорий, где присутствуют небольшие школы с малым количеством школьников, но эти школы требуют сегодня особой поддержки. Мы все понимаем, что школы – это центр притяжения любой территории. В рамках региональной госпрограммы ежегодно строятся новые образовательные учреждения и проводятся капитальные ремонты. Однако на плановый период с 2017 по 2025 год требуется свыше 22 миллиардов рублей, чтобы школы были безопасными и современными. Совет Федерации поддержал предложение продлить срок государственной программы по увеличению количества мест в школах и увеличить объем ее финансирования. Ведь развитие сферы образования напрямую влияет на развитие экономики. Свои достижения в Кои регион продемонстрировал на специальной выставке, развернувшейся вблизи зала заседания сенаторов. Сердце экспозиции Архангельской области – это крупнейшие инвестиционные проекты, старт обсуждений которых был дан на Международном арктическом форуме в марте. Это строительство глубоководного района морского порта Архангельск и жизнедорожной магистрали Белкомур, которая соединит Центральную Европу и Азию. Архангельская область запустила своего рода волну интереса к арктическим территориям. Инвесторы приходят, готовые заниматься различными проектами. От развития промышленности в опорных зонах до экологических технологий настоящего с прицелом на здоровое будущее. О нем-то и рассказывает с мастерством настоящего экскурсовода Игоря Орлов Валентине Матвиенко, прогуливаясь от стенда к стенду. Мы сегодня создали суперновые мощности, все частные инвестиции. И мы сегодня уже начали иголки перерабатывать. То есть мы мало того, что ушли через лес теплоэнергетику, биоэнергетику. У нас билеты делаем, отходы начали сжигать. У меня сегодня самое крупное в стране производство тепла на биотоприи. И мы сегодня делаем из хвои, делаем напитки, уникальные лечебные напитки. Надеюсь, безалкогольные? Безалкогольные. Делают студенты с Северного государственного медицинского университета. К слову, именно в сфере медицинской помощи случилась еще одна победа Архангельской области. Федеральный центр поддержит финансово долгожданную стройку. В Поморье появится новый корпус в детской областной больнице. Это тот проект, над которым правительство области уже, можно сказать, бьется несколько лет. У нас готова проектно-сметная документация. На сегодняшний день мы рекомендуем правительству Российской Федерации включить в федеральную адресную инвестиционную программу строительство нового корпуса этой детской больницы. Постановление Совета Федерации о государственной поддержке социально-экономического развития Архангельской области на 412-м пленарном заседании сенаторы приняли единогласно. Поморы оставили приятное впечатление. С большим интересом сенаторы поучаствовали в работе и в заседаниях комитета, и на пленарном заседании. И, конечно же, в нашем постановлении мы обязательно поддержим те болевые точки, которые были обозначены руководством области, те проблемы, которые есть, где нужна поддержка участия федерального центра, где нужно продвижение тех или иных проектов. Итоговое постановление Совета принято пока только за основу для внесения предложений и замечаний, дан срок до 5 июня. В целом же утвердить документ планируют на 414-м заседании 14 июня. Председатель Верхней Палаты Парламента Валентина Матвиенко рекомендовала представителям правительства России при внесении замечаний обходиться с документом деликатно. Мне, вы знаете, особо понравилась фраза, обращенная представителю правительства в Совете Федерации, о том, что препятствовать в постановлении реализации задачи плана в Архангельской области нельзя, и обязательно нужно договориться. При такой поддержке нам многое по плечу.